Вот это тусовка у нас! Ю-ху! Е-е-е! Обожаю веселиться! Ю-ху! Двигай бедрами, Зак! Сейчас! А теперь повторяйте за мной! Легко! Смотри сюда! Ю-ху! Я тоже так умею! Еще получше, чем вы! Крис, я тебя так люблю! А-а-а-а-а! Что это здесь происходит? Ой! Здрасте! Ай, больно же! Я не разрешала устраивать тусовки в моем доме! Быстро все исчезли! Мама, я сама буду решать, где мне устраивать вечеринки! Вот когда будешь жить отдельно, тогда и делай, что хочешь! А сейчас пусть все уматывают от этого сюда! Синди, мы, наверное, это... пойдем! Не пойдем, а побежим! И друга своего ненормального захватывай! Извините, миссис Валерий! Ты зачем позоришь меня перед всеми гостями? Потому что я не разрешала приводить домой толпу людей и тем более встречаться с Крисом! Крис, моя любовь, я без него не могу! Хочу и буду с ним встречаться! Крис выглядит как псих! Моя дочь должна встречаться с интеллигентным парнем! Например, как Пит, наш сосед! Да он же ботан! Очкастый, прыщавый и коротышка! Зато умный и образованный! Нет, я сама себе буду выбирать парню, понятно? Тогда быстро пошла в свою комнату и подумай над своим поведением! И вообще, тебе пора в школу! Ой, хорошо, что у нас первый урок с учителем алгебры! Ага, мистер Джек прикольный учитель! Не то, что это, миссис Валерий! А кто-то вообще домашку сделал? Ну ты смешной! Когда мы вообще в последний раз домашку делали? И то правда! Замолчали быстро! Миссис Валерий, вы нас напугали! Это я вас еще не пугала! Вот только собираюсь это сделать! Не надо! Я уже почти описывался! Быстро открываем тетрадки по географии! А то все получат F! Но у нас сейчас же алгебра! Тебя забыла спросить! Сегодня я буду заменять у вас все уроки! Хочу знать, чем вы здесь занимаетесь! Ребята, кажется, мы попали! А где вообще Синди? Всем хай! Скучали? Синди, а ты где была? И почему ты опоздала? Мам, я же была на шопинге, потом на маникюр. И даже в ресторан уже скачала. Моя ж ты умничка! Сегодня ты получаешь самую высокую оценку. Садись. Эй! Это же не справедливо! Все справедливо! Понятно? Синди только пришла и уже хорошие оценки получает. А вы нам F угрожаете поставить. Кто будет умничать, вылетит со школы. Понятно? Миссис Валерея, а можно выйти в туалет? Все! Ты мне надоел. Выходи не в туалет, а к доске. Ммм, блин. Да ты уже ни в какие рамки не лезешь. Стефани, ты че такая грустная? Что, чипсы невкусные? Да меня Синди бесит. Чем? Почему ей все можно, а нам нет? Ее мама вечно все с рук спускает. Синди косячит, а мама ее хвалит. Но Синди же не виновата, что ее мама директор школы. А мы все виноваты. Почему мы должны терпеть эти издевательства? Успокойся, просто веди себя хорошо. Ага, легко сказать. Вау. Ты че делаешь? У тебя такой шампунь классный. Че? Иди отсюда. Ты не видишь, мы тут с Никой разговариваем. Секретики, значит? А со мной поделитесь? Нет. Иди давай. Эх, а я вам тоже хотел кое-что рассказать. Что? Что? Говори давай. Зак, какой секрет у тебя? Давай, быстро, выкладывай. Зак, говори, а то... Я хотел сказать... Ну... Что вы прекрасная. И все? Серьезно? Ну, бог вам. Идем, Стефани, нам не дадут. Спокойно поговорить. Как мне признаться, что я влюблен в Стефани? Танец не прокатил. Комплимент с шампунем тоже. Надо еще варианты в интернете поискать. Прости, моя мама. Она вообще добрая. Просто очень любит свою работу. Угу. Твоя мама ненавидит всех вокруг. И любит только тебя. Именно поэтому у меня такие плохие оценки. Да не начинай ты. Нашим отношениям ничего не помешает. Правда? Ну, конечно. Ну, я ему устрою. Не доходит с первого раза. А мы гулять сегодня пойдем? Ну да, я же обещала. Отлично. Тогда приглашаю тебя на рокерскую вечеринку. Ура! Я всегда мечтала побывать на такой-то совке. Как же мне повезло с девушкой. Жаль, что с тещей не очень фортануло. Что ты сказал? Повтори. Так я, это, молчал. Я же тебе сказала не подходить к моей дочке. Ну, я люблю же ее. Ах, так? Тогда я исключу тебя со школы. Что ты на это скажешь? Короче, делайте, что хотите. Мне пофиг. Вот хам. Его точно нельзя подпускать к моей дочке. Ой, хорошая идея была у Синди Скейп взять. Ага. Только главное не сломать. А то нам ее мама головы открутит. Давай садись. А что я? Тебя не жалко. Только не быстро. А то меня укачает. Погнали. Вот это скорость. Миссис Валерий, извините, я случайно. Да, да, мы не специально это сделали. Вы меня достали. Сколько можно страдать фигней? Родителей в школу завтра же. Понятно, понятно. Только не кричите. И Скейп верните моей дочери. А то позвоню в полицию и скажу, что вы воры. Хорошо, хорошо. Мы все поняли. Только без полиции. Двоечники. Капец. И что делать? Ну, видимо, вам придется скрывать ваши отношения. И лишний раз не попадаться на глаза этой директрисе. Да у нее четыре глаза. Она все заметит. Так, быстро все построились. Вы у нас и физру заменяете, и биологию, и химию. Готовьтесь. Только не это. Кто это сказал? Ну, я. А, я так и думала. Ты единственный, у кого здесь нет мозгов. Мам, не начинай. Я еще не начинала. Крис, шаг вперед. 300 приседаний, быстро. 300 приседаний? Мичис Валерий, да он сознание после двадцатого потеряет. Я сказала, быстро начинай приседать. Ну, что за дурдом? Может, мы наконец-то начнем урок физкультуры? Ну, вы и скучные. Ладно, тогда будем бегать на счет три. И три. Эй, это не тот счет. Да это издевательство. Пять кругом бежать. Я не чувствую ног. Я не чувствую пульс. Воды. Воды. Прокатилась ветерком. Синди, ты молочинка. Чего? Молочинка я, а не Синди. Она просто ехала, а я бежала как собака, чтобы успеть. Стефани, ты что, мне завидуешь? Нет, я просто хочу справедливости. Чтоб все было честно. Стефани, успокойся. А то будешь бежать еще пять кругов. Стефани, с миссис Валери лучше не спорить. Ты не сможешь пробежать еще пять кругов. Лучше молчи. Все, готовимся к следующему уроку. А ты, Крис, готовься получать F. Да что я ей такого сделал? Ты сделал ошибку, когда начал встречаться с ее дочкой. Значит так, кто не ответит на вопрос, получит задание на две недели вперед. А может сразу на три, а то чего так мало. А для таких, как ты, Стефани, я задание дам на месяц вперед. А у нас будут другие преподаватели? Или только вы? А у тебя будут другие мозги, а? Так, миссис Валерий, начинайте урок. Солнышко, а для тебя и мамуля. Так, не отвлекаемся. К доске идет... Можно я, можно я? Я хочу оценки подтянуть, пожалуйста. Я тоже, я тоже хочу отвечать, я тоже. Я, я, я. Ой, ну, раз желающих нет, к доске пойдет Крис. Так, вон, ребята хотят. Я могу уступить. Тау, иди к доске. Почему постоянно отвечают все? Точнее Крис. А ваша дочь Синди? Сидит. А тебе какое дело? Я так решила. Настроение у меня такое, достать Криса. Я буду жаловаться. Ой, только не надо меня тут пугать. Синди умная и может ответить на любой вопрос. Синди, давай, выходи. Мам, я же ничего не знаю. Синди, а ну-ка, реши мне задачку. Это так сложно. Так, ну, вроде десять. Подумай, хорошо. Не тупи. Ну, что ты на меня давишь? Не знаю я. Правильный ответ Синди. Я же говорила, что ты все знаешь. Эй, ну вы же ей подсказали. Так не честно. Ты что, слепая, да? Синди сама дала ответ. И точка. Все ясно. С меня хватит. Я звоню в мэрию. Куда? В мэрию. Пусть эту директрису увольняют. Она издевается над детьми. Да кто тебе поверит? Я сниму на видео и в инстаграм еще выставлю. Скучаете, дамы? Да как сказать. Стефани вот думает, что делать с миссис Валерин. Хотите жвачку? Вкусная. Стефани, а ты не грусти. Фу, что это за ужасный вкус? Вкус черники. А такое чувство, что собачий корм. Не знаю, а мне сладенько. Да. Кто кинул мне в волосы жвачку? Это не мы. Кроме вас тут никого не было. Теперь вы точно в этом году школу не закончите. Только не это. Что я потом родителям скажу? Скажи, что они плохо тебя воспитали. Капец. Сегодня ужасный день. Зам, это ты во всем виноват. Хотел угостить, блин, девочек. Еще и виноват остался. Ники, это прикол? Походу, да. Кого-то стошнило нам на тарелке? Ага. И причем несколько раз. За что мои родители платят огромные деньги? Вот за что? Да, давай сегодня будем лучше на воде. Да, видимо придется. Приятного аппетита, девочки. Стоямба. Это что, суши? Ну да. Везет. Ты доставку из ресторана заказала? Нет. Мне в столовой дали порцию. Вчера была паста с морепродуктами. А сегодня вот. Это опять благодаря твоей маме? А вам что, такого не дают? Да нет. У нас вот. Только отходы. Ага. Наши мамы не работают директорами. Да, Синди? Ты меня достала. Целый день не даешь проходу. Потому что я люблю справедливость. Кому-то все, а нам ничего. Ну девочки, вы же были подружками. Такие крысы не могут быть подружками. Я крыса. Хм. Окей. Как мне теперь ходить? Получила. В следующий раз будешь думать. Девочки, как это так? А ты вообще определись, на чьей ты стороне? На моей или на ее? Да сколько можно? Каждый день какие-то разборки. Идем только тихо. Почему? Мы скрываемся от кого-то? Да, от твоей мамы. Она сумасшедшая. Да ты чё? Моя мама нам ничего не сделает. Я ведь уже взрослая. Ну сколько ты взрослая? Могу поцеловать тебя прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну давай. Стоять! Куда губы тянет? Чё ты только что было? Ухо, наверное. Странно. Фух. Успела. Миссис? Мам, ты зачем лезла между нами? Чтобы избежать ужасных последствий. Я запрещаю тебе с ним встречаться. Отстань, Крис мой парень. Дочка, я всегда знала, что у тебя ужасный вкус. Этот мальчик одет как бомж. Вызывайте скорую. Мне плохо. Хватит ломать тут комедию. Думает, само это прокатит. Вдруг ей реально плохо? Не парься. Она так постоянно делает. Думает, я ей поверю. Ужас! Как заставить Синди бросить этого Криса? Что, девчонки никак не могут найти общий язык? С каждым часом Стефани все больше и больше ненавидит Синди. Я уже не знаю, что делать. Померить их нужно. Только как, пока непонятно. А где эта Стефани? Плачет в кустах? Юбку пошла стирать после ваших разборок. Мало я ей всыпала. Добрый день, ученики. Ура! Мистер Гарри, наконец-то! Хоть один учитель пришел. У нас сегодня целый день было уроки миссис Валери. О, да. Наш директор очень любит такое делать. Мы готовы отвечать на все вопросы. Хоть бы эта миссис Валери не пришла. Супер! Тогда я вам скажу оценки за прошлый урок. Так. Мальчиков не было. Ники, у тебя А. Ну, Синди, к сожалению, у тебя Ф. Как? У меня никогда не было таких оценок. Ну, Синди, все бывает в первый раз. Кто видел мою Синди? Мама, он мне ЭМ поставил. Не поняла. Ты офигел? Я вам все объясню. Сколько раз повторять? Я запрещаю ставить моей дочке плохие оценки. Теперь ты уволен. Я так больше не могу. Ого. Спасибо, мамочка. Страшная женщина. Не то слово. Оу, уже отстирала свою одежду. Еще и подкалываешь, да? На другое мозгом не хватает. Хватает. А будешь дерзить, я не только испачкаю твою одежду, а возьму ножницы и порежу. Я этого так не оставлю. Сильно широкая, да? Привет, любимая. Крис, ты меня напугал. Ну, прости. Я хотел сделать тебе сюрприз. Короче, я придумал. Давай сбежим. Ты серьезно? Да. Вечером у нас концерт. Перед прогуляем уроки и повеселимся. Предложение, конечно, заманчивое, но не знаю. Соглашайся. Ну, когда же будет еще такая возможность, как не сегодня? Ладно. Давай тогда ко мне. Не-не-не, у тебя там мамаша. Я, пожалуй, откажусь. Но она же на работе. Мы до вечера будем одни. Да? Ну, тогда почему бы и нет. Фух, я такой голодный, что готов съесть эту пиццу целиком. И я. А может, какой-то фильм посмотрим еще? Давай потом. Кушать я хочу сильнее, чем фильм смотреть. Ммм, офигенная пицца. У тебя хороший вкус не только на девушек, но и на пиццу. Ммм. Как же я устала от этих уроков. Зачем я только стала директором? Я же ненавижу детей. Бесит меня все. Хорошо, что сегодня короткий день. Синди? Что вы здесь делаете? Синди, у тебя уроки. Мама, зачем ты орешь? Крис за тебя подавился. Быстро убрайся от стола и выгони его вон из дома. Ни за что. Тогда я сама его выберу. Я уйду с ним и точка. Ух. На крест воды легче ставить. Нет. В моем доме он не будет пить мою воду. Мама, Крис мой парень. Нравится тебе это или нет? Не нравится. Синди, я не хочу, чтобы ты ссорилась со своей мамой. Мне уйти? Да. И побыстрее. Нет. Крис у нас в гостях. И останется туда вечера. Мам, ты что делаешь? Побыстрее. Побыстрее. Мам, перестань. Ты, Криса, не выгонишь. Я не позволю. Может, еще и ребят на вечерний рок-концерт позовем? Отличная идея. Напиши всем, пусть через часика два приходят. Представляю, как оторвемся всей толпой. Какой фильм будем смотреть? Давай ты выберешь. Может, какой-то романтический? Ого. Не ожидала, что ты выберешь именно такой фильм. Ого. Ты видела, что он сделал? У них первый поцелуй. Как это романтично. Сейчас я им устрою. Не позволю этих отношений. Радуйся, что это только носки. Что-то спать хочется. Крис, ну ты чего? Вдруг мама увидит. Что-то холодно в ноги. О нет, что это? Где? Нигде. Я в туалет. А ты тут побудь. Странный какой-то. В туалет пошел. Может, пицца была плохая? Все. Я почти готова. Куда ты намылилась уже? Я хочу отомстить Синдии. Зачем? Ты все еще злишься из-за ее мамы? Да. И вообще, она меня всегда бесила. И в чем заключается твоя месть? Я офигенно оденусь. Класс. Месть года, так сказать. Ты не поняла. Я хочу нарядиться и увезти Криса у Синьи. Стефани, ты сумасшедшая. Какой Крис? Очнись. А, ну, Ники, ты не понимаешь. Да это ты не понимаешь масштабы трагедии. Я этого и хочу. Хочу, чтобы была справедливость в жизни. Как хочешь. Но я тебя не пущу. Тогда я буду кричать. Не помешал? Хорошо, что ты пришел, Зак. Тут нужно одну бешеную успокоить. Кого это? Да вот, сидит красавица. Ну, красавица это точно. Ники, отвали уже. А хотите мороженое? Я специально принес. Я с удовольствием буду. А я нет. Губы только что накрасила. Ну, тогда пойдем. Нас там Крис и Синди на рок-концерт позвали. К Крису? Конечно, идем. Я готова. Что это с ней? Да так, на солнце перегрелось. Не обращай внимания. Где мне новые носки брать? Мне стыдно. Чего по моему дому лазишь? Проблемы? О, миссис Валерий, а у вас не будет лишних носков? А то с моими беда приключилась. Если ты не уйдешь отсюда, порежу не только носки. Так это вы сделали. То ли еще будет. Что вы делаете? Перестаньте. А я тебя предупреждала. Не связывайся с моей дочкой. Крис, что такое? Ты отписывался? Доча, а я тебе говорила, он тебе не пара. В туалет ходить не умеет. Синди, не слушай это. Твоя мама брызгала мне водой на штаны. Мама, это правда? Нет, Синди, он врет. Я не вру, виновата твоя мама. Синди, ты мне веришь или этому клоуну? Хватит, я не хочу выбирать. Мама, перестань издеваться над моим Крисом. Ни за что. Ты все испортила. Обожаю такое делать. Я ухожу. Стоять. Ты никуда не пойдешь. Быстро в свою комнату. Я хочу к Крису. Забудь про этого рокера. Ты будешь учиться. Не буду, не буду, не буду. Я что, неясно сказала? Ты будешь сидеть дома и учиться удвоенно, раз такие истерики закатываешь. Нужно было оставаться, жить с папой. Он адекватнее, чем мама. Алло, Крис, ты уже встретился со всеми? Капец. Меня мама не отпускает. Что делать? Через окно? Ты серьезно? С кем разговариваешь? Мам, я вслух читаю. Так легче воспринимается. А, ну умничка. Молодец тогда. Не буду мешать. Ты меня будешь ловить? Ну, Крис, не смешно. Жди меня давай. Короче, миссис Валерия меня выгнала, а Синди закрыли дома. Отлично. Без нее будет веселее. Стефани, даже не думай Крису подкать. Так что, концерт отменяется? Не-а. Крис, иди сюда, лови. Бегу, любовь моя. Зак, подстрахуй. Она что, из окна вылезет? Офигеть, круто придумала. Надеюсь, Крис и Зак ее не удержат. Стефани, ты меня достала. Еще слово, и я с тобой перестану общаться. Спасибо. Мне было так страшно. Синди, ты теперь с нами? Да. Жаль. Я уж подумала, мы хорошо проведем вечер. Увы, нет. Стефани, ты че ко мне пристала? Целый день достаешь. Потому что мы все равны, а тебя выделяют. И вообще, ты сейчас же вернешься домой. Чу. Миссис. Ой, это что было? Конкретные. Ой, ты зачем меня поцеловал? Чтобы ты не наговорила глупостей. И взяла меня за руку. И чтобы мы все вместе пошли на концерт. Зак, так ты влюбился в Стефани? Не, ну это уже сериал какой-то получает. Я уже забыла, что хотела сказать. Так мы все-таки идем на концерт или нет? Ведите меня куда хотите. Мой мозг не соображает. Девочки, вы уже определились, какой макияж мы будем делать? Чего ты нас так бесишь? И задаешь глупые вопросы. Мы вообще-то думаем. Если есть чем. Что ты сказала? А, я говорю, что подожду еще пару минут. Если надо, то будешь и час ждать. Поняла? Короче, я хочу нюдовый макияж. Отличный выбор. Не подлизывайся мне тут. Давай, делай свою работу. О нет! Ты вообще видела эти кисточки? Они новые. Они новые? Новые? Ты их, наверное, из мусорки достала. Фу! Убери это от моего лица. Я не заплачу тебе ни копейки. Может, тогда подойдем к выбору платьев? Как вам эти варианты? Уродство! Ты вообще стилист или кто? Мия, мне кажется, нас обманывают. Я не понимаю, о чем вы. Она еще и тупая. Давай, вали отсюда. Ауч! Ты уволена. Обманщица. Вали давай. О, девочки, а вы уже собрались на уроки? Что тебе надо? Хватит липнуть ко всем. Ну, девочки, а хотите, я как обычно сделаю за вас домашку. Очки себе нормальные сделай. А то ходишь в отстойных. Да эти очки стоят дороже, чем твой гардероб. Чего? Эй! Фу! Она же вся в слюнях. Вали давай. Давай, давай. Ой, что ж я так неаккуратна? Что такое? Помогите. Доченька, просыпайся. А это я. Мама. Фух. Нас опять что ли из дома выселяют. Нет. Ну, это пока что. Ты нормальная. Зачем-то пугать. Я просто хотела поздравить тебя с днем рождения. Поздравить? Меня? Тебе плохо. Ты никогда меня не поздравляла. Я и подарок тебе приготовила. А? Ну, точно плохо. Просто я на мусорке нашла шоколадку. Точнее, в магазине купила. Держи. Подарок мечты прям. Ну, давай. Открывай уже. Я оставлю ее на черный день. Какой черный день? Твоя мама хочет кушать. Прикольно. Ты подарок сделала, а теперь сама его сожрешь. Ой, не начинай. А это что такое? Какая-то красивая бумажка. Тут написано бесплатное обучение в элитную школу. Не может быть. Че? Реально билет в самую дорогую школу? Офигеть. Вот это повезло тебе. А все благодаря твоей мамочке. Видишь, какой классный подарок тебе приготовила. Ага. Все, давай пока. Эй. Ну, хоть бы спасибо сказала. Так. Сколько у меня тут денежек? Хм. Кажется, следующим месяцем полечу отдыхать на Мальдивы. Вау. Вот это школа. Красивая. Даже двери есть. И окна. Я в шоке. Обожаю хранять детишек. Богатеньких родителей. Ох ты ж. Зачем так подкрадываться? Простите. Я думала, вы меня видите. Чего тебе надо? Я пришла по назначению. А, ну понятно. Смотрите. Ветро и тряпки в подсобке. Костюм уборщицы вам выдадут. Ну, до свидос. Да вы не так поняли. Я ученица. У меня вон даже билет есть. Не думал, что в нашей школе учится уборщица. Я нашла его в шоколадке. Получается, я могу тут находиться. А у тебя деньги есть там? Ща. Этого хватит? Ты серьезно? Да я тебя выгоню. Сейчас же. Какой-то ты очень злой. О, мистер Дрейк. Вот это чудо, типа новенькое, будет учиться с нами в школе. Да? Тогда меня зовут Дрейк. А, я, 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 я Синди. Может, тебе устроить экскурсию по школе? Мистер Дрейк, вы с ней опозоритесь. Лучше мне стоит. Гарри, выполнять свою работу. Все, все, молчу. Э, спасибо, я сама разберусь. Мне еще к директору зайти надо. Фаташа, дай списать. Не дам. Я вам нужна только ради этого. Мне хватит. Ой, как мы заговорили. Любимый, почему ты мне сегодня ничего не подарил? Так, у нас вчера была годовщина. И я тебе сделал подарок. И цветы подарил. Ну, такое. Класс, добрый день. Был добрый, пока я вас не увидел. Зак, это все? Или ты еще что-то хотел сказать? А он еще хотел сказать, что у вас отстойные шмотки. Скажите спасибо вашим родителям за то, что они не платят деньги за это унижение. Давайте уже свой урок ведите. Надоело. А для начала я вам представлю новую ученицу. Синди, заходи. Всем привет. Ой, это моя подруга. Подруга, это моя подруга. Подруга, подруга, подруга. Тина, все уже поняли. Синди будет учиться с нами. Иди садись. Ты не будешь тут сидеть. В нашем классе таким не место. Можем организовать тебе парту в коридоре. Хочешь? Девочки, не будьте такими злыми. Дрейк, не лезь. Ты же знаешь, чем это обычно заканчивается. И то, когда. А это наше кафе. Тут мы обычно кушаем на переменах. Кушаете на переменах? Ну да, где-то пять раз в день. Сколько? Вот это да. Я пять раз в месяц кушаю. А давай пообедаем. Берись под носом, все, что захочешь. Я не буду. У меня денег на еду не хватает. Не парься, я угощаю. А, да? Ну ладно. Официант, а можно нам еще салат с мультипродуктами и стейки? Круто. Можно я тут присяду, а то все столики заняты? Конечно можно. Только смотри, а то вдруг твоя Стефани будет привидовать тебя ко мне. Не переживай. О, новенькая. Расскажи о себе что-то. Я Синди. Это я и так знаю. Расскажи о своих родителях. Кем они работают? Сколько зарабатывают? Вот мои миллионеры. Ой, я что-то подавилась. Я отойду. Дрейк, ты таких слов примей и не говори, а то ей плохо от услышанного. Ух, обожаю уроки скульптуры. Больше, чем другие уроки. Я тоже. Фигуру подтянем и мозги напрягать не нужно. А зря. Вам бы не помешало напрягать мозги. О, у вас уроки скульптуры. Значит у меня тоже. О, приперлась. Привет, моя любимая подруга. Подруга. Все слышали? Это моя подруга. Тина, ну не ори на ухо. А что это у тебя в пакете? Дай сюда. Фу, какие-то вонючие шмотки. Вообще-то это моя форма для физкультуры. О, запашок тут конечно не очень. Отдайте этот пакет Синди. Пусть сама с ним разбирается. Серьезно, думаешь, что мы так просто от нее отстанем? Ну да. Нет, конечно. Теперь эти вещи в правильном месте. Вы очень злые. Ну зачем это? Ей неприятно. Серьезно? Да она привыкла лазить по таким местам. Ну все, Мия, забей. Пусть эта Синди ковыряется в мусорке. А мы дальше пойдем заниматься спортом. Кто вообще приветит? Мама, ты что пришла? Принесла тебе еды. Это ведь корка хлеба. Что, пришла в богатую школу и все? Богатой едой питаешься. А про мамины корки забыла. Ну, мам, не начинай. Мия, посмотри, тут сборище нищебродов. Да уж, и не говори. Это что, твои одноклассницы? Ага. Заберите свою дочку и валите собирать помой. Отвалите и не трогайте нас. А то что, кинешь нас коркой хлеба? Мама, видишь, что наделала? Позоришь только. Извини. Я пойду. Кто вообще приветит? Мама, ты что пришла? Принесла тебе еды. Это ведь корка хлеба. Что, пришла в богатую школу и все? Богатой едой питаешься? А про мамины корки забыла. Ну, мам, не начинай. Мия, посмотри, тут сборище нищебродов. Да уж, и не говори. Это что, твои одноклассницы? Ага. Заберите свою дочку и валите собирать помой. Отвалите и не трогайте нас. А то что, кинешь нас коркой хлеба? Мама, видишь, что наделала? Позоришь только. Извини, я пойду. Держись, Синьки. Это тебе понадобится для учебы. О, не жирно ей. Нужно было дать ей картонку и гвоздь. Тетрадка для такой, как она, готова. У нас в школе все пользуются современной техникой. Синди, приступай. Капец. Что это за штука такая? Что-то она не работает. Синди. Вот так. Что это за кнопки? Вдруг оно сейчас взорвется. Синди, привыкай к такому. У нас в школе много таких штук. Так, дети. У нас в школе объявляется конкурс танцев. И от класса нужно отобрать три пары. Ура! Наконец-то в нашей школе будет что-то нормальное. Я уже готова победить, когда станцую с Дрейком. А вот пара у нас определит жеребевка. Так не честно. Я не согласна с такими условиями. А вот я рада. Наконец-то смогу потанцевать с мальчиками, и никто от меня откажется. Можно я сразу откажусь? Пусть девочки танцуют. Это все вообще не для меня. Нет, кто выпадет с жеребевки, тот и будет танцевать. Что это такое? Я не буду участвовать в этом дурацком конкурсе, если со мной не будет Дрейка. Ну что ты психуешь? Жеребевки еще не было. Может, он тебя как раз и выпадет. Пусть только попробует достаться кому-то другому. А если он мне попадется, и я буду танцевать с Дрейком? Думаешь, что говоришь? Хочешь, чтобы я перестала с тобой дружить? Держи конфетку, она снимает стресс. Давай, надеюсь, поможет. Вау, вот это у меня крутая комната. Ааа, ты что тут делаешь? Встань с моей кровати. Мне сказали, что я буду тут жить. Это моя комната и моя кровать. И ты сейчас же уйдешь отсюда. Ну что, Синди, ты расположилась уже? Почти, только девочки не очень рады. Конечно. Мистер Эрик, вы вообще в своем уме? Зачем мою комнату вы хотите поселить этого бомжа? Так, у нас школа тут не резиновая. Местера всех не хватит. Тем более, если еще каждому по своей комнате выделять. А давайте ее на чердак отправим. Я же сказал, в этой комнате будет жить Стефани и Синди. Мистер Эрик, вы совсем забыли, кем работает мой папа? И что он с вами сделает, если я ему пожалуюсь? Ну что, Синди, давай уматывай отсюда. Вы же сами сказали мне жить тут. Я перепутал. Ну так бывает. Представляешь? Так не честно. Давай, давай. Ребят, сейчас мы узнаем, кто с кем танцует. Если мне не выпадет драйк, то все об этом пожалеют. Гарри, быстро сюда, принеси реквизит. Держите, мистер Эрик. Так, сейчас мы будем доставать из одной коробки имена мальчиков, а с другой коробки имена девочек. От класса нам нужно 2-3 пары. Не хочу танцевать. Итак, первая пара у нас... Зак. О, нет. Зак и... Мия, поздравим же первую пару. Ну, придется танцевать, походу. Вторая пара у нас будет... Тина и... Гарри, охранник, что-то делает его имя. А это я подкинул. Очень хочет сам потанцевать. Юго, вот это да, я зажгу танцпол. И последняя пара у нас... Хоть бы я, 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 хоть бы я. Дрейк и Синди. И вас я тоже поздравляю. Ого, я буду участвовать? Что? Это неправда. Я должна танцевать с Дрейком. Только я. Стефани, что такого, это всего лишь жеребьевка и случайный выбор. Я запрещаю тебе танцевать с ней. Но я же не твоя собственность. Прекратите балаган. Советую вам подготовиться и прорепетировать все. Победителя ждут кубок и деньги. Удачи. Ну я им встрою. Синди, нас выбрали на конкурс танцев. Я не верю. Нужно это отметить. Надеюсь, Дрейк не обиделся, что будет танцевать со мной. Да, он нормальный. Не то, что его девушка Стефани. А теперь слушайте сюда, две дурочки. Я же говорила, что они ненормальные. Полегче со словами. Ты сейчас же пойдешь к учителю и откажешься от этого конкурса. Почему? Потому что мой парень не будет танцевать с тобой. Только со мной. А если Дрейк не хочет с тобой? Ты у него спросила? Стефани, мне кажется, они издеваются над нами. Быстро пошла и отказалась. Я не буду терпеть такого отношения к тебе. Кажется, у меня очки лопнули. Я не виновата, что нас с Дрейком поставили в пару. А отказываться я точно не буду. Ты хорошо подумала. Если бы вы не выгнали меня с комнаты, я бы, возможно, отказалась. А так нет. Ты еще увидишь, что я могу. Ну, признавайся. Что вы делали с Дрейком наедине, когда я ушла? Да, просто повторили пару движений. А целовались? Ты совсем? У него есть девушка. Куда мне до нее? Было бы круто. Представляешь, бедная Нищника увела у богатой девушки парня. Ой, я, наверное, тебя обидела. Я привыкла, все ок. Но зачем мы пришли в магазин? Я решила устроить мини-шоппинг. Но на шоппинг нужны деньги. Откуда они у меня? Не переживай. У меня родители, вообще-то, тоже богатые. Не зря же я учусь в этой школе. Я все решу. Ну, не знаю. Смотри, какие платья. Вот нам они и нужны для конкурса. Мы будем такими красивыми. Но они, наверное, такие дорогие. Давай выбирай. Я все плачу. Нам, пожалуйста, вот эти платья. Отлично. С вас 1700 долларов. Ого. Супер. Меньше, чем я думала. Ой. Что? Золотая карточка пропала. Ну все. Не получится купить. Ну уж нет. В старом платье танцевать я не хочу. Эй, воровка. Стой. Ой. До свидания. А-а-а. Что делать мне? Что делать? Не бесить меня. Хватит повторять одни и те же слова. Ну, мистер Эрик дает. Он поставил эту бедную с моим Дрейком. Ты что, ревнуешь? Замолчи. Кому мне ревновать? К этому бомжу по имени Синди? Ну и чего тогда переживать? Эм. Я просто не хочу, чтобы Дрейк прикасался к ней. А вдруг она заразная? О, нет. Забей. Станцуют, опозорятся и все. Я такого не допущу. Я постараюсь ее убрать отсюда. О, Мия. Вот ты где. Еще тебя по всей школе. Че надо? Как бы репетировать пошли. Я, конечно, танцевать не очень хочу, а опозориться еще больше. Ладно, идем. Стефаней, скучай. Я скоро. Даже Мия пошла на репетицию, а я нет. Нет, как меня все бесит. Еще и Синди будет с моим парнем. Тина, ты что, с ума сошла? Да вроде нет. Я не думала, что ты своруешь эти платья. Я тоже не думала, но это магазин моего папы. Надеюсь, нас не найдут. Ладно. Эти платья такие крутые. Сейчас еще порепетируем на тебе прическу. А ты умеешь? Сейчас узнаем. Садись. Я вижу у вас платье в руках. Ты че приперлась? Вот. Я принесла свои туфли для Синди. Зачем они мне? Я не ходила в Англии. Хочу их тебе отдать. Ты ведь, наверное, босиком собралась танцевать. Синди, я бы на твоем месте их тащила. Ты их починишь, и они будут как новенькие. Мне не нужны твои туфли. Хочешь, чтобы я на них ноги подвернула? А ты не такая глупая, как кажешься. Вали отсюда. У меня вон платье есть. Без туфлей обойдусь. Хорошо, хорошо. Я вам твоим устрою конкурс танцев. Эй, туфли свои забери. Классно ты ее выгнала. Блин, сейчас же репетиция. Надо бежать. Итак, у Зака и Мии получился неплохой танец. Кто будет следующим? Я уже готова танцевать. Ну, все согласны? Да! Мы их пропустим вперед. А то Тина уже не может ждать. Лично я готов. Тина, поехали. Кружи! Гарри, тормози! Меня дошнит! Так, забыли это все. Переходим к следующей паре. Дрейк, Синди, продемонстрируйте. Надеюсь, у них ничего не получится. Потрясающе, потрясающе. Мне кажется, у нас есть номинанты на победу. Вам правда понравилось? Ну, конечно. Какой ужас. Я себе не прощу, если они выиграют. Где платье-то, Синди? Я посмотрю, как она будет в порванном наряде выступать. Ничемная Синди. Синди, ты посмотри на мое ботье. Ого! Его кто-то порезал. Что теперь делать? Как я буду выступать? Вот бы знать, кто это был. Хотя, есть у меня предположение, что это Стефани. Она мне мстит. Только не это. Я теперь точно не смогу выступать. Она этого добилась. Тихо. Ты возьмешь мое платье и будешь танцевать. А ты в чем будешь танцевать? Поверь, я станцую так, что никто даже не обратит внимания на платье. Тина, спасибо. Ты лучшая. Дорогие участники, наш конкурс в элитной школе объявляется открытым. Гарри, давай хлопушку. Сейчас будет ба-бам. Эй, не на меня. Дурачок. Синди, Дрейк, вы открываете этот конкурс. Выходите. Давайте. А я все сниму на телефон. Извините, но Синди не пришла. Она, наверное, передумала танцевать. Отлично. Я сделала то, что нужно. Потрясающе. Да, это моя подруга. Вау. Крутое платье. Да, кажется, мы проиграли. Не может быть. Ботанша отдала ей свое платье. Синди, отличное платье. Можете танцевать. О, нет. Только не это. Надеюсь, не перелом. Как я могла подвернуть ногу? Мы взорвали конкурс. Подруга, это не важно. Конкурс сорвался, но мы же знаем, что победила я. Ты сама его взяла. Так, ты сильно глазастый, да? Как я смогла упасть? Не пойму. Ребята, короче, тут такое. Я ведь снимал конкурс на телефон. И вот, что увидел. Стефани подкинула тебе кожуру? Ну, она гадина. Офигеть. Это из-за нее я не смогу ходить нормально. Я в шоке. Не ожидал от нее такого. Нужно срочно рассказать забыльнее. Пускай знают правду. Нужно почаще на телефон записывать. Много интересного можно запечатлеть. Многу поверить, что Стефани такое сделала. Тупо ни из-за чего. А я говорила, Дрейк, что с девушкой тебе не повезло. Стефани больше не моя девушка. Я не хочу встречаться с ненормальной. Ребята, мне так с вами повезло. У меня никогда не было друзей. А теперь у тебя их много. Держи, этот кубок твой. Ого. Но я же упала посередине танца. Зато красиво. Заслужила. Правильно. А Стефани теперь останется одна. Приходите ко мне в гости. Правда, у меня картонный дом. И что? Мы такого точно никогда не видели. Я только за. Мы тоже. Ура. Теперь у меня есть настоящие друзья. Вы думаете, я так просто это оставлю? Нет. Не дам увезти своего парня. Подзвоню папе. Он разберется с этой бомжихой. Он разберется с этой бомжи.